Какой самый подлый или ужасный поступок, совершенный человеком по отношению к своей второй половине на публике, вам доводилось видеть? На днях я стояла в очереди за едой, когда обратила внимание на пару, стоявшую передо мной. Я сразу же поняла, что парень тот еще фрукт. Было 8 вечера, а он все еще был в солнцезащитных очках внутри здания. Он наклонял голову, чтобы смотреть на людей поверх очков и агрессивно сжимал плечо девушки, стоявшей рядом с ним. Она радостно болтала о еде, которую собиралась заказать. Чувак закатил глаза, глядя на нее, и вообще ее не слушал. Девушка казалась достаточно милой, жизнерадостной и дружелюбной. У нее было потрясающее тело. Стройное, с естественным загаром, подтянутое, с большой грудью. Они подошли к кассе, и она сразу засияла, как начала заказывать еду. Картошку фри с сыром и соусом. Стоявший с ней парень вздохнул с отвращением и громко сказал. Не могу поверить, что ты ешь это дерьмо. Ты так превратишься в нее. Он кивнул за спину, в мою сторону. Я посмотрела на него, прищурившись, а девушка затем сказала, что хочет Кока-Колу. Парень поднес руку к ее лицу и сказал, она будет в воду. Я понимаю, возможно, он просто заботится о ее благополучии. Но у людей всегда есть право принимать решения самостоятельно. В этот момент я была просто в ярости. Он не только оскорбил меня, он еще и просто-напросто заткнул свою же девушку. Мешок дерьма. Человек кринж. Человек обмудок. Просто-напросто. А сам небусь жопа из кустов какая-нибудь. Стоит, закатывает глаза и прочее. Блять, ну не нравится тебе, что ест твоя девушка? Не знаю. Сходи нахуй. Знаю, взрослый человек имеет право есть, что хочет и как хочет. Если уж у нее хорошая фигура, подтянутая, то это явно для нее не проблема. Что кола, что ебать ковырять, целая картошечка фри с соусом. Это же так дохуя. Мы устроили вечеринку с играми по локалке в доме моего друга. Нас собрал... Меня вообще вызывает отвращение, это типа показная забота парней из своих девушек, что она не будет там есть фастфуд, не будет там пить, не будет курить. Ну там вставьте нужное. Но при этом он сам все это делает, скорее всего. И делает даже и при ней. Ну да. Я с такой говной сталкивалась. Я просто чела игнорировала. Такой типа. Я когда курила, такой, ты курить не будешь. Я говорю, ну ты же куришь. Ну типа такой, ну да. Я говорю, ну и все. Логично, если ты сам, ну как бы сам курит, какого хрена доебывается. Ладно бы не курил. И говорил, что, ну типа. Более. Скажем так. Хитрыми способами пытался подвести к тому, чтобы девушка курить бросила. Но в то же время, нахер ты начинал встречаться с курящей. Если тебе это не нравится. Это просто, понимаешь, какой-то спорт. Начать отношения с человеком и пытаться переломать его об колено. Ты, у тебя не те привычки, ты не в то одеваешься, ты не так красишься, не так разговариваешь. Ну да. Я через это проходила и никогда не понимала, почему так происходит. Убивалось около десяти человек. Один из наших друзей привел свою девушку, но не разрешал ей играть. Нам всем было не по себе из-за этого, поэтому я в конце концов уступил ей свой контроллер, чтобы она тоже могла поиграть. Чувак вдруг взбесился, вырвал контроллер из рук своей девушки и сказал ей, чтобы она перестала доставать нас. Она расплакалась и попыталась уйти, но он уговорил ее остаться. Позже он пытался стянуть с нее топ и щупать ее прямо перед нами. В итоге мне пришлось подбросить ее до дома, и она порвала с ним. После этого мы четыре месяца не общались с ним. Надо было вообще с ним перестать общаться, потому что человек говно. Ну как бы да. Полный уебан какой-то. У моего друга есть девушка, сейчас она его невеста, которая постоянно изводила его в присутствии других людей о том, что он недостаточно хорош. У меня была приличная работа, а он тогда все еще учился в универе. Как-то раз на ужине она сказала ему, что он должен брать пример с меня. Она говорила своим подругам, что он недостаточно часто кувыркается с ней. Она насмехалась над ним всеми способами, которые только унижают достоинства мужчины. Это ужасно. Самое интересное, что этот парень, вероятно, самый искренний и добросердечный человек, которого я знаю. Несколько лет назад я был на вечеринке в чем-то... Мрази бывают разных полов. Ну, с ее стороны она пыталась его мотивировать, а он тряпка. Да-да-да. Это все можно так вывернуть. Да-да-да. Ты очень плохо в постели. Поэтому я расскажу об этом всем своим друзьям и твоим знакомым родне. Ну, это пиздец, я считаю. Конечно. Я, если что, пошутила насчет того, что она мотивировала, бла-бла-бла. Просто люди некоторые, делая какие-то вещи по отношению к своим половинкам, искренне думают, что они типа заботятся. И самих своих половинок заставляют верить в то, что они о ней заботятся. Этот парень, скорее всего, он на ней решил жениться, потому что он именно так и считает. Ну, просто в ловушке этого абьюза, блин. Жалко чела, если честно. А они все-таки женились, да? Да, сейчас она на его невесту, видишь? А еще женились. Сердечный человек, которого я знаю. Несколько лет назад я был на вечеринке в чем-то доме. Снаружи стояло около 30 человек. Некоторые из них беспечно выпивали, стоя посреди улицы. Мое внимание привлек громкий спор между парой. Я посмотрел в их сторону ровно в тот момент, когда парень разбил бутылку пива о плечо девушки. Все вмиг замолчали. Парень нервно огляделся и взял на себя смелость выразить свое мнение. В чем проблема? Мы постоянно бьем бутылки друг о друга. Я не знал, рассмеяться или вмешаться. Спустя несколько мгновений, несколько братков погнались за ним, угрожая избиением. Позже я снова вышел покурить и увидел, как эта девушка в одежде все еще мокрая из-за пролитого пива целуется с этим чуваком. Я ушел, испытывая глубокое отвращение. Да, у девки говно в голове. Говно, говна. Да у них обоих, мне кажется, говно. Раз он говорит, что они постоянно так делают, значит и она его тоже пиздит. Не факт, он просто это сказал, потому что на них обратили внимание. Возможно. Ну а возможно она такая же пизданутая, как и он. И он когда-нибудь окажется с ножом в пузе. А может они просто из тех пар, которые сначала пособачатся, типа подерутся, а потом у них жаркий секс. Это просто отвратительно. И не потому, что у них есть секс, а потому что в принципе это, блядь, деструктивные отношения. Конечно. Я был на вечеринке в колледже. Одна девушка резко дала по тормозам прямо у входа. Выскочила из машины и побежала к своему парню. Было очевидно, что она расстроена и готова вот-вот расплакаться. Она рассказала своему парню, что оставила ворота дома открытыми и собака выбежала со двора. Ее парень очень разозлился. Он начал осыпать ее оскорблениями, оригинальность которых едва ли уступала жестокости. Вот одно из его ругательств, которое я запомнил. Вот же ты шлю... Если с собакой что-то случится, это же случится с тобой только в 10 раз хуже. Позже мы узнали, что... Ну, блядь, это пиздец, конечно. Нет, я понимаю поругаться и прочее на безалаберность и невнимательность. Если ты знаешь, что у вас такая животина, и она может убежать попытаться. У нас есть такая долбоебинка. Вон она лежит над Настиной головой. Ну, вы видите, просто черная, но это кошка, я вас уверяю. Стопроцентная кошка. Опять посмотрел, что подостоверится. Настя такая... Я тоже проверю, да? Да, просто стопроцентная кошка. Собака просто ждала во дворе, когда они вернулись домой. Видно, пес просто хотел немного поисследовать местность. Я ему и тогдашний парень... Выгуливать чаще надо. Парень ехали на хоккейный матч в его родном городе. Мы тогда только переехали туда, и я понятия не имела, куда ехать. Он сам, на самом деле, прежде не был на этом стадионе, поэтому мы, по сути, ехали бесцельно, пытаясь найти его. Всю поездку парень кричал и ругался, что мы опоздаем. Для справки, я вела машину по центру города, которую еще не знала, потому что у него почти в 30 лет, до сих пор не было прав. Мы приехали на стадион примерно в 10, когда матч уже начался. Нам пришлось припарковаться очень далеко, так как мы опоздали. Весь путь до стадиона он шел на 3-4 метра впереди меня, почти бежал и очень сердился. Несколько человек шли в том же направлении, что и мы, когда он повернулся ко мне и крикнул. Поторопись, б***ь! Не хочу опоздать из-за тебя еще сильнее! Я была так шокирована, обижена и унижена. Все вокруг нас слышали это, несколько человек даже рассмеялись. Я была готова провалиться сквозь землю от стыда, но боялась рассердить его еще сильнее, поэтому просто закусила губу и пошла за ним. Этот парень был настоящим мудаком, и я не понимаю, почему я так долго держалась за отношения с ним. Ну, типа... Может, стоило выехать заранее? Спешить и прочее, прочее. Ну, блин, я тоже иногда спешу, но... Не убегаю вперед. Вот, и что материться? Вообще, какого действительно вы хуя выехали в притык, судя по всему, когда вы не знали даже, куда вам ехать? Ну, он ни хера не знал, но очень туда хотел. Если туда очень хотел бы, позаботился бы о том, чтобы, например, такси заказать. Ну да, или пораньше выпнуть всех из дома, кто едет. Ну, как бы, кто едет. Она была за рулем, а он даже водить не умеет. Ну да, ну... Она у него крайняя в итоге. Значит, ее поторопить. Если ты куда-то пытаешься попасть вовремя, и тебе это надо, это твоя забота все так организовать. Ну да, я к этому и веду. Меня там не было, но это случилось с одной из моих соседок по дому. Она вступила в студенческое сестринство в прошлом семестре и пригласила своего тогдашнего парня на весенний бал. В те выходные у нее был день рождения, и она очень радовалась возможности сходить с ним на приятное и веселое мероприятие. Незадолго до этого у них были проблемы, и они только сумели помириться. У нее было невероятно стройное и спортивное тело, и моя соседка надела очень облегающее платье. Естественно, другие парни на балу засматривались на нее. Ее парень заметил это и устроил ей истерику уже через 10 минут после того, как они туда пришли. Начал кричать на нее перед всеми ее друзьями, обзывать шлюхой, говорить, что ей нельзя доверять. Хотя соседка ничего не сделала для того, чтобы на нее смотрели неправильно. Он начал упоминать всех ее близких... Нельзя вообще сделать что-то, чтобы на тебя смотрели неправильно, потому что, так сказать, грех, он в глазах человека, который смотрит. Не, можно сделать что-то неправильно. Если ты сядешь и насрешь посреди актового зала, это будет неправильно. Я имею в виду сексуальный подтекст, как в данном случае. Ну, можно голую жопу показать. Я к тому, что не совсем верная фраза. Опять же, смотри, голая жопа. Это неприлично. Это не значит, что это сексуально. Это просто неприлично. Контекст. Другой. Ну, возможно. Но я не совсем согласен, что нельзя что-то сделать неправильно. Есть поступки, которые будут считаться неправильными. Я про сексуальный контекст. Я именно про сексуальный контекст. Ну, я не знаю, если они начнут обжиматься и трогать друг друга, это неправильно. Если человек что-то считает сексуальным, он будет это считать сексуальным. Вот она была в облегающем платье, она была сексуальна для людей, которые на нее смотрели. Понимаешь? Ну, смотреть не запрещается, господи. Ну, это нормально, как бы. В плане того, что она ни в чем не виновата. Ну, да. Потому что сексуальными ее посчитали другие люди. Ну, да. А этот дебил, нет бы радоваться, что, о, зато она со мной, а не с ними. Потому что это неуверенный в себе мудак. Я к тому, что сама твоя фраза, что нельзя что-то сделать неправильно, ну, типа, можно, но это не та ситуация определенная. Можно быть абсолютно голым, но ты всего лишь голый человек. А не кукла для ебли, понял ты? Вот я сейчас прямо просто сказала. Ну, типа, да. Ну, вот. Ну, приходить-то голым куда-то в общественное место, это же неправильно и неприлично. Все равно. Я не об этом. Я к тому, что сексуализация, она в глазах человека, который смотрит. Ну, по факту. Что нам общество привило, то в большинстве своем и считается сексуальным. Дура. Он повел себя как мудак, испортил ей день рождения. В итоге она его еще и зачем-то простила. Ну, учитывая, что они до этого посрались, скорее всего, он опять же был виноват. Она, вот, она тот тип терпила. Вот эти самые хорошие девушки, которые думают, что если они будут во всем уступать, то они всегда будут нужны своему любимому человеку. Да нет. Там и бал, и день рождения был. Сэнпай, чем ты слушал? А до фразы до этого, что люди могли понять, как я, и неправильно понять это. Поэтому я и решил это, разговаривать об этом. Я просто не стала приводить криминализированный пример. Ну, да. Вот. Я привела просто абсолютно нейтральный пример. Ну, наверное, ну, я не знаю, как правильно сказать. Ну, в принципе, да, неправильного поведения в плане того, что, типа, какое-то поведение, которое заставляет напасть на тебя или еще что-то делать, или пялиться на тебя. Ну, есть какое-то поведение, но, опять же, все зависит от человека. Ну, смотри, даже если голый человек идет по улице, это не повод набрасываться на него, бить его или насиловать. Это повод, не знаю, позвонить в полицию и сказать, что тут голый человек ходит. Ну, конечно. Ну, поведение, это поведение тоже не назовешь особо правильным. Ну, оно девиантное, явно, но, опять же, оно не поводное. Ну, да, но я понял, что ты имела в виду, что сексуализация в глазах смотрящего. Да. Так понятней. И дальше тоже сесть срать, но если у человека фетишно говно, то ему это тоже покажется сексуальным. Ну, да. Человек, который смотрит. Разозлился на свою девушку, когда они вместе играли в боулинг. Она в шутку крикнула. Промахнись! И брат промахнулся. Он безумно рассердился, начал кричать на нее, закатил сцену и убежал. Да, у него... Истеричка. Лох печальный. Да, 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 да. Есть проблемы. Недавно я выиграл на радиошоу билеты в аквапарк. Мы поехали туда с четырьмя другими парами. Радиошоу наняло нам лимузин на целый день, и, естественно, он был забит алкоголем. Мы еще даже не выехали на автостраду, когда были открыты бутылки. Мы проехали половину дороги, которая должна была занять полтора часа. И парень, который сидел рядом с моей женой, был уже совершенно пьян. Он начал рассказывать нам о том, как он и его девушка любят смотреть клубничку и пробовать позы, которые они видели. Его девушка, которая сидела рядом с ним с ужасом, посмотрела на него, покачала головой и сказала... С кем ты это делал? Мы с тобой так не делали. Он просто продолжил говорить, игнорируя ее. Надеюсь, они расстались после этой поездки. Осел. Конченый просто. Я стоял в очереди на регистрацию на рейс. Позади меня стояла супружеская пара с ребенком в коляске, которому на вид было немногим больше года. Кожа ребенка была желтого цвета. Было очевидно, что у него желтуха. Другой человек в очереди сказал о том, как хорошо себя ведет ребенок. Очередь продвигалась очень долго. Мать сказала, что они летят в какую-то больницу для трансплантации органов. Через несколько минут я услышал, как пара тихо переговаривается друг с другом, и мужчина начал говорить ей что-то грубым тоном. Что-то о том, что она постоянно болтает лишнее, и что она забыла что-то, что им очень нужно, что она чертовски глупая. Я мельком увидел ее лицо, когда оглянулся, и было до боли очевидно, что она совершенно несчастна в этих отношениях. Но старается изо всех сил ради своего больного ребенка. Я ехал в машине с мамой и папой. У отца случился приступ ярости, когда он ехал за рулем. Затем мы остановились на перекрестке. Он кричал на маму, матерился и обзывал ее всеми унизительными словами, которые существуют на земле до такой степени, что у нее потекли слезы. Затем батя попытался вытолкать ее из машины. Но она отчаянно запротестовала и не сдвинулась с места. Тогда он сказал, ну и черт с тобой, я пойду пешком. Он вытащил ключи из замка зажигания, вышел из машины, захлопнул за собой дверь и ушел пешком домой, до которого было 40 километров, оставив меня и плачущую маму посреди оживленного перекрестка без ключей от машины. Водители почти всех машин поблизости сигналили нам и материли нас. Просто пипец конченый. Я не понимаю, как у таких людей есть семьи. Блин, я бы как от чумы держалась таких людей. Подальше ненавижу людей, которые творят херню. Ну, у меня батя устраивал маме скандалы. И по поводу всякой херни, что она с кем-то потанцевала, когда они еще ходили, гуляли, когда он пил и прочее. Какого я дерьма только не видел. У друзей тоже как-то раз наблюдал. Срач в машине, господи. Я такой, блядь, куда деться? Я не знаю. Ну, вот как-то живут так люди. Не знаю, у нас где-то на первых годах отношений похуже херня закончилась. У нас такой херни особо и не было никогда. Ну, именно такой у нас никогда не было херни. Потому что есть же разумные, блин, рамки происходящему. Ну да. Ну да. Мы не могли ничего поделать. Было очевидно, что это нездоровые отношения. Потеряла и потеряла, господи. Что ты истерики-то устраиваешь. Истерика никак не поможет. Наоборот, человек, которого заставляют это все выслушивать, он теряется практически полностью. И возможные варианты того, как решить проблему, у него исчезают из головы. Понятное дело, что... А что это позоришь? Ты позоришь себя и позоришь человека, который ругаешь. Ты позоришь всю свою семью. Типа, понятное дело, что тот, кто накосячил, на него могут повозмущаться и прочее. Но, блядь, зачем реально устраивать сцену и орать, блядь, на всю улицу? Лучше бы помог найти и решить эту проблему. Обратиться там в администрацию куда-нибудь, травивали. Ну, как бы да, это не смертельно. Я был на фудкурсе торгового центра и увидел за соседним столом парня и его девушку, которые сидели с двумя другими девушками. Я отчетливо слышал, как парень сказал, Ага, позже мне сделают вот это. Затем он схватил затылок своей девушки и засунул ее голову между своих ног. Она была совершенно шокирована и смущена. Мне было ужасно ее жаль. Пиздец. Мой бывший муж засранец, осыпал меня оскорблениями. Блядь, просто мразотство. Говорится, очень надеюсь, что ему это не сделали в итоге. Никто. И без девушки он остался. Иногда поднимал руку перед своими друзьями в общественных местах. По сути, везде, где ему хотелось это сделать. Однажды мы с ним пошли в кино с нашим другом. Мы поссорились, и он высадил меня возле кинотеатра, а сам уехал домой с нашим другом на нашей машине. К счастью, кинотеатр был недалеко от нашей квартиры, поэтому я просто пошла домой пешком. Но это было унизительно. Лишь однажды наши друзья остановили его от попытки поднять руку на меня. Во время вечеринки в честь суперкубка он разозлился на меня. Один бог знает из-за чего и начал кричать. Затем он схватил меня за руку и попытался утащить наружу, чтобы обсудить вопрос там. Лишь тогда один из наших друзей, который прекрасно понимал, что происходит, наконец вмешался и сказал. Ну все, хватит. Мой муж невероятно разозлился, но по крайней мере не стал ничего делать перед нашими знакомыми. Годы спустя я в замечательных отношениях. Я очень благодарна, что больше не замужем за этим монстром. Ну, тут, конечно, она дура. Потому что эти отношения явно были изначально такими. Мне кажется, нельзя винить людей, что они не вмешиваются в ваши отношения, если ты сама с этим человеком остаешься. Ну да. И тем более, они, прежде всего, раз нагрелы друзья, значит, они его друзья. Они будут на его стороне, значит, что они предвзяты и думают, что, скорее всего, ты накосячила. Да, возможно, они и их друзья обоих. Но суть-то не меняется того, что кто-то из них сейчас влезет, а потом, блядь, хуями покроют его и скажут, куда ты, блядь, лезешь, тебя кто просил. Скорее всего, был такой случай, она покрыла человека хуями и сама забыла об этом. Не исключено. А потом ты качу не вмешиваешь. Спасибо за просмотр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...